До начала Второй мировой войны, Сикстинская Мадонна пребывала в галерее Дрездена. Но в 1943-м нацисты спрятали картину в Штольню, где после долгих поисков ее обнаружили советские солдаты. Так творение Рафаэля попало в СССР, в 1955 году Сикстинская Мадонна вместе со многими другими картинами, вывезенными из Германии, была возвращена властям ГДР и сейчас находится в Дрезденской галерее. Мадонна. Некоторые исследователи полагают, что образ Пресвятой Девы, Рафаэль писал со своей любовницей Маргаритой Лути. По мнению отечественного историка искусства, Сергея Стама, в глазах Сикстинской Мадонны застыли непосредственная открытость и доверчивость, горячая любовь и нежность, и вместе с тем настороженность и тревога, негодование и ужас перед людскими грехами, нерешительность и в то же время готовность совершить подвиг, это отдать сына на смерть. Младенец Христос, по словам Стама, его лоб не по-детски высок, и совершенно не по-детски серьезная его глаза. Однако в его взгляде мы не видим ни назидания, ни всепрощения, ни примиряющего утешения. Его очи смотрят на открывшийся перед ними мир пристально, напряженно, с недоумением и страхом. И вместе с тем во взгляде Христа читается решимость следовать воле Бога Отца, решимость принести себя в жертву ради спасения человечества. Сикст II, о римском понтифике известно очень мало. На святом престоле он пробыл недолго, с 257 по 258 год, и был казнен при императоре Валериане, отрубили голову. Святой Сикст был покровителем итальянского папского рода Ровере, переводится с итальянского как дуб, поэтому на его золотой мантии вышиты желуди и дубовые листья. Руки Сикста. Рафаэль написал святого папу указывающим правой рукой на престольное распятие, напомним, что сикстинская Мадонна висела за алтарем и, соответственно, за алтарным крестом. Любопытно, что на руке понтифика художник изобразил шесть пальцев, еще одна шестерка, зашифрованная в картине. Левая рука первосвященника прижата к груди, в знак преданности Деви Марии. Папская тиара снята с головы понтифика, в знак почтения перед Мадонной. Тиара состоит из трех корон, символизирующих царство Отца, Сына и Святого Духа. Ее венчает желудь, геральдический символ рода Ровере. Святая Варвара была покровительницей Пьяченца. Эта святая в третьем веке, втайне от отца язычника обратилась к вере в Иисуса. Отец пытал и обезглавил дочь-отступницу. Облако. Некоторые считают, что Рафаэль изобразил облако в виде поющих ангелов. На самом деле, по учению гностиков, это не ангелы, а еще не родившиеся души, которые пребывают на небесах и славят Всевышнего. Ангелы. Два ангела внизу картины бесстрастно смотрят вдаль. Их видимое равнодушие, символ принятия, неизбежности божественного промысла, Христу предначертан крест. И судьбу он изменить не в силах. Раскрытый занавес символизирует разверзнутые небеса. Его зеленый цвет указывает на милосердие Бога Отца, который послал Сына на смерть ради спасения людей. Рафаэль был гностиком, приверженцем позднеантичного религиозного течения, опиравшегося на Ветхий Завет, восточную мифологию и ряд ранних христианских учений. Гностики из всех магических чисел особо чтили шестерку. Именно на шестой день, по их учению, Бог создал Иисуса. Рафаэль решил обыграть это совпадение. Поэтому композиционно картина, зашифровывает в себе шестерку, ее составляют шесть фигур, которые вместе образуют шестиугольник. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова